Герлен это самая бесполезная вещь в моей жизни, на которую я когда-либо тратила свои деньги. Melt это что? Здравствуйте. Все детали моего макияжа будут в описании. Ребята, сегодня буду тестировать несколько вещей, которые я купила совсем недавно. Но, естественно, основной темой видео будет вот эта палетка Mary Jane от Melt. Как вы, кстати, относитесь к моим пролётам косметики? Я считаю просто, что они не нужны в какой-то мере. Давайте подумаем, оставлять их или нет, потому что они занимают много времени. Я начну, ребята, с тон. Тон у меня сегодня Airbrush Flawless Foundation. Это Charlotte Tilbury. Я помню, вы мне советовали взять этот тон. У меня оттенок 2, Cool Freud. В нём 30 мл. Тон обещает плотное покрытие и долгое время носки. Я очень на это надеюсь, потому что я тестировала тон-хайлайтер уже от Charlotte. И мне он не очень понравился в плане тона. Но, наверное, в плане хайлайтера он хорош. Но, к сожалению, я это пока что не оценила. Charlotte Tilbury, кстати, cruelty-free бренд. Сразу же отзыв на тон. Я его носила очень долго, прямо каждый день, потому что мне он очень понравился. Такое редко бывает, когда я тестирую тон, чтобы я его каждый день носила, потому что у меня обычно несколько тонов на тест. И этот меня очень сильно впечатлил. Он действительно супер плотный и очень стойкий. Похож чем-то на Estee Lauder. Чем-то он похож на Estee Lauder по своему покрытию и стойкости. Мне он действительно очень понравился. Ребята, щебахну Red Bull, а то уже первый час я всё ещё сплю. Чуть не бодрит. Я совсем, ребята, забыла, что тона нужно всего лишь чуть-чуть. В принципе, неудивительно. Я взяла 4 капли, а надо было 2 взять. У меня очень много тона на лице. Поэтому я пройдусь с другой стороной спонжа, чтобы снять лишнее. Теперь вперёд оценивать покрытие. Как говорится, sorry not sorry. Блин, я перебрала. Да, ребята, с плотностью покрытия я, конечно, перебрала. Но хочу вам сказать, что кожу подготовила я вот этой штукой от Guerlain. И это самая бесполезная вещь в моей жизни, на которую я когда-либо тратила свои деньги. Она вообще ничего не делает, это первое. А второе, тон из-за него выглядит очень некрасиво. Текстуру понижать я не буду, ребята, потому что это видно даже без данного ухищрения. Наносить консилер под глаза я не буду, потому что, ну, тона очень много. Для контуринга у меня сегодня вот такая палочка, выручалочка, тоже от Charlotte Tilbury. Эта штука мне очень-очень нравится. Вот если брать в целом бренд Charlotte, то мне нравится эта палка и тон. А всё остальное я что-то как-то не оценила совсем. Вот такая вот грустная вечеринка. Я обычно тушую контур своей кистью для тона, но сегодня я это буду делать спонжем. Бедный мой спонж, он просто утопает в тоне. Кстати, он самофиксирующийся тон, а не спонж. И это очень классно. Меня это, конечно, очень устраивает, но всё равно я бы хотела пудрой пройтись. Пудра у меня вот такая от Benefit. Вообще-то эта пудра тональная основа, но кого-то волнует. Также, ребята, сделаю брови и вернусь к вам. Знаете с чем? Наверное, вообще не знаете. Со своим любимым бронзером от Hourglass. Наконец-то я вам его покажу. Я в прошлом году добила его полностью и купила в этом новый. У нас также хайлайтер от Melt вообще-то. Готово. Ребята, я из-за того, что переборщила с тоном, брови вырезала консилером Smashbox. У меня тут уже на глазах перебор. Я даже не знаю, буду ли я наносить праймер. Походу, нет. В принципе, мне хватает тона. Давайте перейдем к бронзеру. Бронзер Hourglass. Вот так вот он выглядит. Не знаю, реально сняла ли я пролёт. Он вот отражает. Его снимать будет крайне тяжело. У меня это Ambient Lighting Bronzer Diffused Bronze Light. Оттенок самый светлый. Походу, он запечённый. Я, к сожалению, эту информацию не проверяла. Зеркало тут очень хорошее. И это мой самый, сами ребята, любимый бронзер. Потому что он светлый, да. Опять же, очень похож на Physicians Formula, который я тоже люблю из такого более-менее масс-маркета. Но проблема в том, что данный бронзер немножко сияющий, а тот матовый. Но по оттенку они идентичны. Да и по работе, в принципе, по стойкости так-то тоже. Ничем не отличается. Контуринг у меня Smashbox. Палетка Kelly Contour. Я вам её показывала давненько. Ну вот, ребята, я и отбронзировалась. Я люблю этот бронзер. Серьёзно, он хорош. Немножко такой сияющий. То, что вот надо на лето. Особенно. Пудрой наносила кистью. Тоже хорошо заматировала всё. Но я всё ещё очень-очень светлая. Хотела вам тут, кстати, кое-что рассказать. Давайте будем наносить хайлайтер. У меня Melt Stargazer. Тоже показала вам его уже тысячу раз. Просто сегодня новенькая кисть. Вот такая. Это N1 номер 168. Кисть для хайлайтера. Брала я её в Рив Гоша. А всё остальное, ребята, я брала на Beauty Bay. За исключением, конечно, Шарлотты Тилбери, Hourglass я отобрала на Beauty Leash. И Benefit я взяла в ЛДБТ. А Melt и подводки Sova Beauty я брала всё это на Beauty Bay. Хотела вам тут сказать, блин, зеркало. Вообще, в нём ничего не видно. Хотела вам, ребята, кое-что важное рассказать. Я тут принимала витамины B12, если вы помните. Вдруг вы каждое видео смотрите. Я упоминала это. И я тут забыла, что вообще-то у витамин есть как бы курс. Их надо курсом пить. А я пила с ноября. Без перерыва. Сейчас у нас конец апреля. И у меня, походу, передоз с витамином B12. Поэтому, ребят, с витаминами будьте очень осторожны. А при, ну, а при большом количестве B12 у вас может проявиться депрессия. Что-то ещё было неприятное от B12. Усталость вроде бы. То есть он будет обратный эффект давать. Кажись, я переборщила с хайлайтером. Я сегодня совсем переборщиваю. Не только с тоном, но и с хайлайтером. Кисть, кстати, удобная. Я не думала, что такая вот кисть для хайлайтера мне понравится. Потому что мне очень нравится вот эта кисть от GFMUA. Мне вообще нравятся вот эти кисти у него. На Wildberries вроде бы продаются. И на Makeup, как-то так называется сайт, я не знаю. Ну что, хейтеров мы отразили. Хайлайтер Melt, он такой. Иногда он мне нравится, а иногда он мне не нравится. Я не знаю, от чего это вообще зависит. Ну, хорош, хорош. Правда, мне нужно отражение посильнее. Текстурку он не подчеркивает. Хороший. Формат у него запеченное желе. О да, вот поднаслоила. Теперь мне очень нравится. О да, мы очень красиво всех отразили. Блин, энергос закончился. Ну ладно, давайте делать глаза. Сегодня у меня палетка Mary Jane от Melt. Вдруг не сняла пролеты, ребят. Не знаю, хочу вам сказать, что у Melt палетки или хорошая, или такое дерьмище, вот такое бывает редко с брендами. То есть у них или средние какие-то палетки, да, или один продукт хороший, другой плохой. Но у Melt палетки это просто не знаешь, чего купишь кота в мешке. Я хочу вам сказать, что, ребята, буквы объемные, и в них есть блестяшки. Но я не знаю, как вам так показать, что они там, по идее, шевелятся. Прикольная упаковка. Но Melt опять у меня предъявы большие. Почему? Почему мы каждый год делаем? Я понимаю, что это какая-то фишка бренда, да, его особенность. Вау, мы делаем косметику вдохновленную запеченными веществами. Первая такая их палетка была Smoke Sessions. Эта палетка очень хорошая, мне она нравится. Но ее проблема в том, что она сама себя разрушает, ребята. Вот она лежит, не падает, ничего с ней не происходит. Посмотрите, в каком она состоянии. Она сама себя разрушает. Вы посмотрите на этот ужас. Мне уже надоело ее чистить. Упаковка, конечно, классная. Такой вот матовый, металлический у нее отблеск. Все классно. Мне реально нравится эта палетка. Еще мне нравится, что палетки у них тонкие. Их удобно хранить и вообще перевозить с собой. Они не тяжелые. В прошлом году было вот это. Ну, что-то такое. Ну, если бы Melt, наверное, не ставили вот эту тему, да, запрещенную себе на палетки. Может, у них и продажи были лучше. Потому что ведь есть люди, которым не все равно. Мне-то все равно. Просто я говорю за тех, кому не все равно. Может, вас вот бесит вот это. Ой, в этом году мы курим. В этом году мы употребляем соль. Да, ну, я не знаю. Мне вот, меня это, честно, лично, меня смущает. Ребята, пытаюсь влезть в объектив вместе с палеткой. Короче, эта палетка называется Fort Wayne. У меня на нее тоже был уже обзор. И вроде бы даже два видео было. Какая же она некачественная. Кто бы знал. В ней один металлик вот этот. Он такой твердый. У Melt с металликами вообще, ну, проблемы большие. Матовые здесь тоже такие средненькие. То есть, я бы не сказала, что бегите, покупайте ее. Но гамма такая очень редкая. То есть, мало кто выпускает палетки, ну, в такой кислотно-зелено-желтой гамме. Здесь, кстати, еще есть оттенки дресни мои любимые. Вот эти дресня пингвина, например, оленя. Вот очень классно. Палетка-то красивая, но качество в ней намного хуже, чем в Smoke Sessions. И в этом году у нас Mary Jane. Кто не знает, как это переводится. Я, кстати, опозорилась, когда снимала на Smoke Session, потому что я не знала, как переводятся оттенки. Они не переводятся. Это название травы. Извините, что у меня такие лимитированные познания в этой теме. В этой палетке тоже, видимо, название всевозможных курительных веществ, о которых я, к счастью, а может, и к сожалению, совсем ничего не знаю. На фотографиях, как только палетка эта вышла, много кому она казалась теплой. Но я вот на нее смотрю, даже вам издалека покажу, то, что я одна сижу смотрю. Мне она кажется больше холодной нейтральной. То есть, тут вообще теплоты, ну, лично для меня никакой нет. Не знаю, где мы с вами сегодня используем вот эти подводки от Suvo Beauty, но я постараюсь их всунуть в данный видос. Ребята, самая худшая палетка у Melt, по моему мнению, была вот эта. Она тоже вышла в прошлом году, вроде бы. Называется она Millennial Pinks. Упаковка, конечно, топовая, проблем с этим нет. Все очень красиво, палетка большая. У них есть большие палетки, в которых по 10 оттенков, а есть маленькие, в которых по 8 оттенков. Вот как выглядит Millennial Pinks. Я ее сама не покупала. Я говорю, как жопа, и чуяла, что это будет плохая палетка. Матовые вообще ни о чем, и металлики тоже. Конечно же, на Mary Jane я смотрела отзывы. Я обычно такого не делаю перед тем, как снимать, но в этот раз я смотрела. Много кому она не понравилась, но я не поняла, чем. Потому что для меня это хорошая палетка. Да ладно, шиммеры здесь только на клей, а в целом ок. Давайте посмотрим, кстати, сделать ли нам помаду. Полосочка у меня оттенок Lace. Такая вот тут интересная вечериночка. Очень красивый холодный оттенок. Отдушка у помад Melt, ребята, ужасная. Кстати, я сейчас тестирую вот этот бальзамчик. Я не знаю, что это за бренд Yuri Age. Это очень классный бальзам. Мне его отправили из Казахстана. Спасибо большое. Без карандаша обойдемся. Идеально, я считаю. На зеркале есть пленочка. Мне не нравится. Я вам хочу показать оттенок Gaspar. А еще меня смущает оттенок Mary. Mary. Вот этот вот. Потому что он в палетке светлый. Но посмотрите, что он мне выдаст на глазу. Он мне выдавал очень темную вечеринку на праймере. Я не знаю, по какой причине. Сейчас он нормально себя ведет. Ладно, окей. Нормальный оттенок. Посмотрим, приблизить. Так, теперь возьму Gaspar на ту же самую кисть. Он немножко зеленоватый. Я люблю такие оттенки. Он такой, знаете, коричнево-зеленый. О, да. Болотная жаба. Лично для меня матовые все тушуются хорошо. Осыпаний почти нет. Пигментированные. Я прям довольна этой палеткой. Я потому что, когда отзывы смотрела, так сильно расстроилась. Я ее брала на Beauty Bay, повторюсь. И мы вот, кстати, в этом году нарушили свое правило. Выпускать 4-го, 20-го эти палетки. Кисть бы поменьше взять, на самом деле, чтобы сюда внутрь уйти. Проблема может быть только в том, что если вы вот ставите пятно, видите, как я здесь поставила, вам его будет тяжело растушевать. Только в этом. Поэтому, ребят, будьте осторожнее. Так, в принципе, со всеми тенями Melt. У них везде формула такая. Ну, если только палетка не очень плохая, да, то бывает. Выпустят, вот дерьмо, как Millennial Pink. Я даже обзор снимать не хочу. Да, надо было карандашом воспользоваться. Идем дальше, ребята. Нам надо взять нижний век. То есть палетка такая. Я в последнее время очень люблю нейтральные палетки какие-то. Это на меня вообще не похоже. Беру опять эту нашу зеленую жабку. Тут я что-то посложнее сделала. Я уже сделала, ребята, с этой палеткой очень много макияжа. И у меня как-то сейчас не то, чтобы нет вдохновения. Просто сегодня немножко уставшая какая-то. Как вы знаете, я родился уже уставшей заранее. Так, давайте пониже тут оттушуем. Интересно. Теперь хочу взять самый темный коричневый. Сын Сэмила. Надеюсь, за такие слова мне не уберут монету. Да, ребят, на ютубе нельзя обсуждать запрещенные вещества. Хочу затемнить вот эту зелень самым темным. Я вам показывала, ребята, этот оттенок. Вдруг вы захотите себе сделать такой зеленый макияж. У вас будет такая возможность. А я не хочу. Поэтому я затемнила его. Не знаю, хорошие тени. У меня нет никаких проблем с ними. Время к откризам. Ребят, приволокла вот такой вот энергос. Сейчас будем его тестировать. Go wild sugar free. Вау. Как вы помните, sugar значит сахар. Или же sugar daddy. Время выпить адреналин rush. Вау. Пахнет обычно. Тут, кстати, 0,5. Как знаете, минеральная вода. Такая газированная. Причем слабо газированная. С сахарозаменителем. Фи. Ну, продолжаем пить, блядь. Надеюсь, взбодрит меня, потому что я такая сонная, как жопа носорога. А может ли жопа быть сонной? Ну, что у меня вечно за шутки дурацкие? Могу вам сказать, ребят, что эти тени могут вести себя сложно. Потому что, ну, они сложные. Это melt. Много кому не нравится такая формула. Супер пигментированная. Так что, если вы обожаете Makeup Revolution, это не камень в огород. Есть люди, которые любят эту формулу. Например, если брать блогеров, это Jill Snow White. Пожалуйста. Я вам скажу, что вам будет очень тяжело работать с этой палеткой. Да вообще с любой палеткой melt. All right. Нам надо делать вообще-то cut, Крис. Скажи, взбодрилась, бля. Ух. Ну, wild. Что там? Не знаю. Покупали мне его в ленте. Ну, я за него заплатила. Ну, просто мне привезли его с Архангельска. Что северодвинской ленты? Нет. Я беру так много клея. Потому что, ребята... Потому что я тупая. Я переборщила. Вообще, клея надо брать совсем чуть-чуть. По идее. Но здесь такая формула у металликов. Они очень-очень сухие и рассыпчатые. Я хочу огромный cut, Крис. Поэтому режем. Вот так загибать мне лично нельзя моему глазу сильно cut, Крис. Потому что глаз у меня становится грустный. Я так люблю такую форму от Криза. Но как жаль, что мне она не идет. Вы можете экспериментировать, ребята. Не обязательно делать то, что я, например, показываю. Да, мне идет вот такая форма. А вам, может, пойдет то, что не идет мне. Макияж ведь можно смыть всегда. Макияж это практика. Вспомните мои первые макияжи. Боже мой. Забудьте. Скажу честно, они были ужасными. Особенно в 16-м году. Я вот сейчас буду снимать видос, как я в 16-м году красилась. Ух. Серьезно. Ух. Даже гновом вам ставила. Это вообще дичь была. Посмотрите, насколько сильно я ушла за складку. Вот сейчас это очень хорошо видно. Прямо миллиметра так на 3. И я люблю маленький Кат Криза. Тоже мне это нравится. Когда он такой небольшой. Но сегодня я не хочу полностью блестяшко его забивать. Я, знаете, что я делаю? Возьму оттенок калий. Самый светлый. Он как песок. Меня кладут. Они нажиренный песок. Врут, хотят налить мне ананасный сок. Ладно. Я люблю петь, блядь. Когда я снимаю видосы. А еще есть у меня музыкальные дни. Когда я пою, не переставая. Меня это, конечно, раздражает. Потому что я знаю все песни. Все. Причем русские. Хиты до 2013 года. Наверное, начиная с 70-х. Я даже знаю песни про колодец, колодец. Дай воды напиться. Что-то меня штырил этот энергоз. Хотя я выпила это немножко. Или это Red Bull с поздним действием. Колодец, колодец. Дай небогато. Так ведь, да. Я еще знаю. Яблоки на снегу. В розовой нежной коже. Ужасно. Так, я беру светлый руси. Блядь, они все такие ребята кроша... Ребята, они все очень сильно крошатся. Вам даже видно. Вот посмотрите. Все летит. Все крошками. И без клея. Вот удачи в нанесении, как говорится. Вы не нанесете. Серьезно. Это не я говорю, что вы там какой-то плохой человек. Без клея не нанесете. Ну, for real. Это, ну... Даже если делать сводч. Melt. Это что? Что с вашим качеством? Как бы это... Кто видел хоть раз такой сводч у металлика? Вам на глаз это придется вот так наносить. Оттенок-то красивый. А какого хера такой некачественный? Я весь халат опять испоганила. Это нехорошо. Это не дело. Я уже боюсь добивать энергоз. Потому что тут 500 миллилитров. И меня к концу видоса вообще так вштырит. Что вы не сможете меня смотреть. Так, теперь я возьму оттенок... А я, кстати, Санту-Марию не брала практически. Он на бамбу похож. Какой красивый. Вот мне интересно. Melt выпустили эту палетку. Блин, он перекрыл, к сожалению, мой светлый шиммер. Вот Melt выпустили эту палетку. Беру светлый шиммер обратно. И у меня вот такой вопрос. Melt. А как будет выглядеть Gun Metal Stack? Он будет серый, что ли? А что у меня с веком? Извините. Почему его сживало? Хорошо живем, Melt. Так, беру Sins... Синус... Не важно, ладно. Что мне нравится у Melt? То, что они свои пиар-рассылки, коробки вот эти огромные, отправляют прям микроинфлюенсерам. У которых даже меньше 5000 аудитория. Вот это мне у Melt нравится. Они поддерживают начинающих блогеров. Это очень классно. В принципе, Melt правильно выбрали концепцию. И я не видела ни разу рекламы Melt. Хотя... Не видела. Так, окей. А коричневый меня уже тут пятнит. Не критично, потому что я это стрелой перекрываю. Но для многих, ребята, это будет прям жопа-носоруга. У меня всегда тут, кстати, пятнит. Это о чем-то говорит. У меня же ведь еще клей тут снизу нанесен. Давайте мы бахнем туда. Оттенок Mary Jane. Он такой зеленоватый. Оттенки красивые, но вообще качества нет никакого. Теперь я согласна с американскими блогерами. Но не по поводу матовых, а по поводу металликов. Они ужасны. Так, нам надо сделать какую-то цветную подводку. Вот тут-то мы и сели в лужу. Ребята, вот в этой палетке у меня их две. Есть неоновая, а есть вот эта Primary Colors. То есть она вышла совсем недавно у Suva Beauty. На экране напишу, cruelty-free бренд это или нет. Скорее всего, да. Потому что Beauty Bay продает в основном только cruelty-free косметику. Здесь есть черный. Его можно как бы смешивать. Эта палетка для того, чтобы тут смешивать, получить фиолетовый, там, оранжевый, все такое. Как насчет оранжевого? Мне так лень смешивать, вы бы знали. То есть как это смешивать? Прямо вот в палетке я же испачкаю свои цвета. А черный отдельно мне не очень понравился. Я сделаю какое-то украшение, наверное, желтенькое или беленькое. Вот этой палеточкой. Здесь сухие подводки. Вот я делаю сводч, ничего не сводчится. Вообще ничего. Нужно добавлять капельку, вот буквально капельку воды. Я добавляю термальную воду. У меня вот такая брала в Ривгош. Вы успели сделать скриншот? Надеюсь, что я там не выгляжу смешно. Как-нибудь вот так. Капельку водички и все. И как бы делаем себе подводку. Окей, я еще иногда жду, чтобы немножко загустело, но оно быстро высыхает. Поэтому надо быть осторожней. Короче, сделаю что-нибудь на этом глазу. Что-то такое интересное. Есть очень похожий продукт на Сува Бьюти. У 7 Days вышли такие подводки. Обзор тоже будет, ребят. Не знаю, когда, потому что я все это снимаю. И пас юбам. Поэтому, да, не могу вам сказать, когда выйдет видео. Но выйдет обязательно. Но 7 Days как бы отправили рассылку. Да и продукты интересные. Окей. Пошла я делать второй глаз. И, ребята, вернусь к вам с отзывом на мел, со сводчами. И да. Короче, вернусь к вам. Окей. Готово. Ребята, вот такой макияжик у меня вышел. К сожалению, я вообще не знала, куда пихнуть желтый. И он выглядит каким-то очень неодовым. Хотя в палетке он выглядит вообще не так. Но вы видите, в палетке это желтый. У меня это неоновый зеленый. Я не знаю, почему так вышло. Сюда я не стала цветной лайнер добавлять. Вообще здесь у меня такое вдохновение. Знаете, когда у меня такая грустная вечерина в голове. Которая называется депрессия, да. И я вот тут так вот ее вижу. Вот таким образом. Да, мне нравится. Мне нравится. Ресни у меня сегодня с Алиэкспресса. Это F37, мои любимые. Это G022. Ссылки на них всегда есть в описании. Я сейчас чихну. Блин. Очень часто я получаю вопрос про клей для ресниц. У меня это клей от KISS безлатексный. Потому что у меня на латекс аллергия. Сразу чесаться начинаю. Да, ребята, это не очень приятно. Полоска сделана блесточками от Lamelle. Вы можете взять любой шиммер металлик из любой палетки, кроме Melt. Потому что их тяжело очень наносить. И на кремовую помаду полоску рисовать тоже сложно. Давайте поговорим про палетку. Я вас чуть-чуть отдалю. Палетка. А что с ней не так? С ней все в принципе так. Да, я согласна, что тут шиммеры не то что ужасные. Они недостаточно кремовые. Мне такое не нравится. Последний раз кремовые шиммеры у Melt были в палетке Smoke Sessions. И немножко в палетке She's in Parties. Но там больше сатины. А здесь они очень красивые. Но они супер сухие. Также все сыпется. То есть, если вы набираете матовый, тут куча пыли. И при тушевке, если вы вдруг перебрались с оттенком, он тоже осыпется. Но из-за того, что пигмент у них очень сухой, можно спокойно его кистью смахнуть. И видите, ничего не останется. Я вот у себя не вижу. Даже блестки. У меня сыпались блестки. У меня сыпался матовый. И никаких следов у меня не осталось, что очень хорошо. Ребята, сводчей лайнеров я вам тоже сделаю, конечно. Но давайте, наверное, начнем со сводчей палетки. Сниму-ка я эти уши. Окей, делаем сводчей по порядку. Первые три оттенка. Естественно, мне очень они нравятся. Но видите, шиммер, ребята, вообще не наносится. Я его не буду наслаивать, потому что я не вижу в этом смысла. Этот шиммер красивый, но очень такой крошащийся. Это похоже на античное золото, вероятнее всего. Я хочу вам наслоить первый оттенок. Ребята, он красивый, но его вообще не видно. Он у меня сегодня на этом глазу без клея внизу нанесен. И сверху у меня немножко клея. Вот я его наслоила вроде, но, как видите, ему это не помогло. Его уже ничего не спасет. Этот, в принципе, тоже. Но какой же красивый оттенок. С этой палеткой можно сделать очень красивые смоки. Насчет какризов, не знаю, видите, такие. Почему я смываю свои сводчи? Все матовые, в принципе, очень нежные, приятные. Но, ребята, они сыпятся. Тоже красивый такой холодный коричневый. Вот данный сатин металлик единственный с нормальной формулой. Это тоже более-менее, но он такой, как и вот этот. Но не настолько сильно. Однако этот кремовый приятный. С ним очень хорошо и приятно, опять-таки, работать. Никуда не сыпется и все окей. Даже без клея нанести можно. Но, ребята, остальные только на клей. Ну и последние четыре оттеночка. Я не поняла, кто у нас тут не засвочился. Придется наслоить. Последний оттенок тоже очень сильно крошится, не наслаивается. Вот этот матовый хорошо работает. Не сыпется, он пигментированный. Просто сводчится, ребята, плохо. В целом, палетка, я вам отвечаю, она холодная. То есть, я думала, что она слегка теплая. Да и все на странице Trend Mode и все, чьи мнения я слушала, думали, что это палетка теплая. Но я считаю ее такой вообще зелено-нейтрально-коричневой, скорее всего. Потому что тут есть зеленоватый шиммер, самый первый, ну вот, который, опять-таки, повторюсь, у меня вот с этой стороны нанесен. И даже зеленый матовый, вот он. Но он такой более-менее зеленый. В целом, эта палетка хорошая. Я бы дала ей, наверное, 7 из 10. Но вот эти крошки и то, что шиммеры без клея вообще не нанести, меня это, конечно же, не устраивает. У многих людей есть аллергия на клей для блесток. И как им пользоваться? Если вы будете, например, на кисть набирать, а потом кисть мочить, а потом кисть смачивать, например, в термальной воде, то так-то можно, но вы мокрой кистью, пожалуйста, не лазьте в тени, особенно в тени Melt. Потому что, ну, формула может сконфликтовать с этой водой или с вашим закрепляющим спреем и выдасть артефакты в виде, не знаю, там, говорят, не плесень, а какая-то дичь. Ну, в общем, я вам не советую вообще мокрыми кистями в палетки залезать. Этого делать не нужно. Шанс на плесень есть всегда. Ребят, напишите, что вы думаете, теплая она или нет. Я вот вижу ее нейтрально-холодно-зеленой. Тут, конечно, всего лишь три оттенка с намеком на зеленушку, но для меня она холодная. В палетке 10 оттенков, из них 4 матовых и 6 шиммеров металликов сатинов. Я бы, ребята, вам сказала, что это такое соотношение так себе. Ну, не как с Монк Сэшнс, да, где 2 матовых всего лишь. Это тоже, в принципе, достаточно, но были бы металлики хорошие. Так, палетки 7 из 10 ставлю, или даже 6. Из-за того, что металлики вообще боль. Так, по поводу рекомендаций, ребят, палетки скажу вам попозже. Нам надо сделать сводчи лайнеров. Палеточка Suba Beauty, которая называется UV Primaries. Типа стандартные цвета, да, которые есть на цветовом круге. В комплекте идет такая замечательная кисть, она очень удобна для этого дела. Ну, чтобы лайнер рисовать себе стрелы. Белый здесь для того, чтобы вы могли смешивать его с другими цветами и создавать, например, пастельные оттенки. Ну, или сделать серый из черного. Белый сводчик. Мне очень интересно сделать желтый, он реально какой-то лимонный. Действительно. Я вообще не ожидала, потому что, повторюсь, да, в палетке он выглядит чисто желтым оттенком. Вот, ребята, сравните. Может, это из-за красного фона так кажется. Красный у меня уже немножечко подсох. Синий сводчик. Синий я, кстати, тестировала, и мне он понравился. Он мне отличается практически от лайнера Seven Days, тоже синего. Сводчик у меня, конечно, замечательный. Ну, и последний черный, который мне не очень сильно понравился. Потому что он как-то наслоился сам на себя. Вот, ребята, такие сводчики получились. Мне очень нравится красный на самом деле, он красивый. А остальные, я бы не сказала, что это основной синий, основной с желтый. Я хочу попробовать смешать оранжевый, но я не знаю, как это сделать. Смешала, ребята, желтый с красным на краю красного оттенка. Ну, получается симпатично. Действительно вышел оранжевый. Неплохо. Жалко, что тут нет какой-то отдельной емкости, чтобы смешивать это все. Как-то непродуманно. Но я вроде бы видела такие заявления производителя, что можно смешивать и создавать другие оттенки подводки. То есть, вообще-то у вас тут бесконечное количество можно сделать. Даже пастельный, оранжевый. Мне очень нравятся эти подводки тем, что вам не нужно покупать несколько цветных. Вы сразу берете палетку и создаете с ней то, что вам нужно. Еще раз покажу. Сводчи смываются они очень легко водой. И они не водостойкие. Я думаю, что это очевидно. Они активируются при помощи воды. Поэтому стойкости от них ждать не стоит. Но, я имею в виду они стойкие, но под водой, если у вас вдруг там глаза заслезятся, то все потечет. Смываются они очень легко, ребята. Готово. Ну что, ребята, пришло время говорить про все то, что мы с вами сегодня протестировали. Я начну, наверное, с палетки. Все-таки, если вы любите формулу Melt, особенно их матовых, то вам она точно понравится. Но она нейтральная такая, можно сказать, даже скучная. Но это не просто коричневый, а коричнево-зеленый или очень темно-коричневый, например. Единственное, что меня смущает, это блестяшки. Поэтому я даже не знаю. Я, конечно, буду и пользоваться, потому что я люблю какие-то нейтральные макияжи в последнее время. Но меня обижают очень блестяшки. Скорее всего, я бы вам ее не советовала. То есть, как-то очень плохо. Но она стоит 4000 рублей практически. Плюс-минус 300. Я, к сожалению, не помню, за сколько я ее брала. И курс фунта сейчас скачет очень сильно. Поэтому цену я знать не могу. Но я вам прикреплю на экране, сколько она стоит, естественно. Брала я на Beauty Bay. До Северодвинска посылка дошла за 11 дней. Быстро, хорошо. Обычной почтой России. Я не заказывала ускоренную доставку. Какая же красивая упаковка, красивые оттенки. Но, ребята, я в последнее время боюсь вам чего-то советовать, рекомендовать. Потому что вдруг она вам не понравится. У меня такие, видите, по поводу нее странные ощущения. Скорее, да. Но для тех, кто любит формулу Melt. Если вы ни разу не пробовали Melt, она вам вообще не понравится. Я бы, наверное, советовала начинать вот с этой палетки She's in Parties. Если вы, опять же, повторюсь, ни разу Melt не пробовали. Но она тоже очень пигментированная. И здесь вот этот провальный оттенок. Он доохромит с желтого в розовый. Это очень сухой сатин. Но он хотя бы не крошится. Она мне нравится. Это все, что я могу сказать. Рекомендую или нет? Скорее, да, чем нет. Но с металликами вы намучаетесь. Палетки So Beauty, да, конечно. У меня их две. Вот эта и еще неоновая. Но она где-то лежит. Я не хочу ее искать сейчас. Насчет пастельных я не знаю. Макияжи. Я их люблю, но не всегда. Так что такая своеобразная вечеринка у меня с пастельными настроениями. Но я добавляю пастель иногда в цветные макияжи. Однако я этого не показываю, потому что я макияжи свои особо не показываю. Потому что я стеснительная курочка. Ну, в общем, такая вечерина у нас выходит. Хорошие очень подводки. Я вам их советую. Это лучше, чем, наверное, покупать от Color Pop вот эти шайбочки, да, их цветные. Но не всем понравится то, что они нестойкие. Вдруг ветер подует, глаз потечет, то все потечет. Или дождь пойдет. Вот для креативных макияжей вообще находка. Но дорогая палетка. Два с лишним ка стоят. Тон Шарлоза Тилбери, да! Наконец-то я оценила ее тон. Мне он очень нравится. Держался весь день. Не зажирнился к концу дня. Красиво выглядел. То есть слегка, наверное, сиял. Кожа у меня нормальная. Если у вас жирная кожа, вы по-любому засияете раньше, чем надо. Но мне нравится. Очень. И без праймера, и с праймером. Вообще идеально. Я вас, может, даже приближу. Хотя я перед вами в близком состоянии сидела уже долго. Но я снимаю видос примерно 2 часа. Вот как выглядит моя кожа. Идеально. Но я переборщилась с тоном, ребят. Не надо наносить 4 капли себе на лицо. 2 вполне хватит. Контур Шанель. Контур от Шарлоза Тилбери. Мне тоже очень нравится. Буду покупать еще раз обязательно. И этот тон я покупать продолжу. Он cruelty free. И я этому очень рада. Это вообще бесполезная залупа. Мой самый любимый бронзер Hourglass. Показываю так, чтобы камера не подумала, что я тут вас отражаю. И не поменяла мне настройки. Я не знаю, что вам еще сказать. Я пробовала много бронзеров. Ну, не прям, что много. Ну, штук 10, так точно. Этот бронзер я очень сильно люблю. Пудра Benefit нормальная. Закрепляет. Да, окей. Можно даже как powder foundation, то есть как тон в формате пудры, нанести, пойти на свою вечеринку. Но у меня очень светлый оттенок. Один. Я мастер покупать оттенки. Не знаю, что я с ней буду летом делать. Будет лежать, видимо, ждать своего часа. Или буду выбеливать ей что-нибудь. Хайлайтер Melt, да, стойкий, красиво отражает. Я все никак не могу понять. Он мне в некоторые дни нравится, ребята. А в некоторые не нравится. Но в целом хайлайтер Melt я люблю. У меня только один. Румяна я не пробовала, даже не собираюсь. Ну, хороший хайлайтер, хорош. Да ведь? Я думаю, да. Это, ребята, все, что мы сегодня протестировали. Я довольна всем. Но за исключением палетки у нее есть свои минусы, свои плюсы. Плюсы это высокая пигментация, естественно. Очень красивые металлики. Но они, God damn it, некачественные. Я очень довольна сегодняшним тестом. Наконец-то. Такое бывает редко. Ребята, что у вас есть из того, чего я сегодня протестировала? Мне очень интересно, будете ли вы брать палетку Mary Jane от Melt. Потому что отзывы противоречивые. И палетка действительно такая своеобразная. Можно так сказать. Но она мне нравится. Какая она красивая. Ладно, ребята. Я очень надеюсь, что вам понравилось мое видео. Не надоело мое лицо и понравилось мое речь. Если так, вы всегда можете на меня подписаться. Поставить свой лайк и оставить свой очень приятный комментарий. Также, пожалуйста, не забывайте подписываться на мой инстаграм. Куда я выкладываю свое прекрасное, замечательное и красивое лицо. Всех люблю. Всем пока.